Всем привет! Спасибо, что вы зашли на мой канал, если вы новый подписчик. Здесь мы говорим про видеомаркетинг, про рекламу в Google, YouTube и не только. Итак, что же такое аналитика видеорекламы? Как правильно анализировать видеокомпанию? На самом деле, существует несколько целей, которые нужно анализировать. Я вижу как минимум три. Три цели, три, которые могут быть у видеокомпании. Первая цель, конечно же, охват. То есть вы придумали новый продукт, его нужно постоянно всем рекламировать. Я часто, ну вот вам пример, я часто вижу рекламу Stikitos. Stikitos это такие вкусные шоколадные палочки без вреда для здоровья. Они продают сразу пачкой, там понедельник, вторник, вторник, четверть, пятница. На каждый день у тебя одна палочка, и ты ее съедаешь такой довольный. И у них рекламная кампания, они по понедельникам показывают, ой, привет, понедельник, все началось сегодня, давай вкусно поедим в обед. И полезно для здоровья, там, среда, там, потом ты дожил до пятницы, ура, и так далее. Вот, ну там, по выходным они тоже показывают определенную рекламу. И говорят, о, выходной, ты, наверное, здесь на даче, сейчас ты там залипаешь, спишь. И это узнаваемость бренда, то есть у них чистая охватная история, вот. Если кто-то видел эту кампанию, напишите в комментариях, у них ссылка ведет на группу ВКонтакте, и там никто не отвечает. Ну, неважно. То есть, максимально, и что нужно анализировать в такой кампании, это чем дешевле вам обходится показ, именно даже не просмотр, а показ. Можно покупать здесь рекламу по дешево оптам за тысячу показов, то есть тысячу показов, там, я не знаю, за 30-50 копеек можно покупать. Дальше идет, следующая цель, это уже подписчики, подписчики на ваш YouTube, если мы не говорим о YouTube. Зачем это нужно? Это обычно собирается ретаргетинговая аудитория, это инфобизнесмены, которые хотят подписчиков собирать к себе на канал, потом их там прогревать видео, и потом им что-то, допустим, продавать. То есть, цель людей собирать сообщество, расти как блогер, да, это в основном цель блогеров, инфобизнесменов, которые хотят не сразу лиды, а прогреть их немножечко, утеплить, да, контентом. Это нормально, это хорошо. То есть, это такая вторая цель уже подписчики. И мы в аналитике вставляем, используем только формат там в Discovery, если вы настраивали рекламу, и Discovery может показывать, сколько придет подписчиков после вашего видео. Но там важно сделать крутую обложку. Крутая обложка видео, крутой текст, который показывается в похожих видео и в поисках, и это привлекает подписчиков. Там можно, кстати, показывать длинные видео вплоть до, там, 10 минут. И самый, как бы, популярный и самый сложный при этом формат – это лиды генерации. Заявки, клиенты, интересы, то есть, контакты. Это когда видео обычно пропускается в первые 5 секунд, и если вы не зацепили внимание в первые 5 секунд, то вас пропустят, и дальше все. Ну, как бы, при формате просмотров вам это ничего не стоит. Если вы будете по показам, за тысячу показов, показываться вы за каждый показ, даже через 7-9 секунд вас пропустили, вы заплатите. Вот. И тут уже вступает другая логика настройки рекламы. Вы должны понимать все таргеты и очень хорошо свою целевую аудиторию, и правильно ее настраивать. И анализировать также нужно по уже заявке. Вы встраиваете специальный код на сайт, там фиксируется целевая цена за конверсию, и можно действовать в режиме автомат, полностью все сделает за вас Google. Искусственный интеллект, нейронные сети, да, он анализирует там миллионы сигналов от пользователей, где мы ходим, где мы находимся, что мы ищем в поиске, что мы пишем в почте, какие приложения мы скачиваем. Ну, в общем, большой брат за нами следит и все анализирует. И он примерно, Google просит 200 конверсий, то есть дайте мне бюджет, допустим, 50 тысяч рублей на месяц, мы сделаем 200 конверсий, посмотрим, кто действительно у вас конвертируется, а кто нет. И после этих 200 конверсий, в принципе, Google совершенно точно определяет вашу целевую аудиторию, и вы ему говорите, ну, окей, ты понял, кто это, как бы, проанализировал, увидел мою аудиторию, давай мне ее теперь не по 500 рублей, да, а по 300 рублей за заявку, за контактные данные человека, который придет на сайт и оставит заявку. И он уже старается подбирать, и, допустим, он говорит, ну, я могу тебе делать 50 заявок в день. Вот, больше не могу, твоей аудиторию больше нет. Вот, второй вариант, вы вручную очень плотно настраиваете всю рекламную кампанию, тестируете разные таргеты сами, смотрите, где, почем обходится, целевая цена за конверсию. Иногда это выгоднее, иногда это лучше работать, иногда хуже, и всегда по-разному. А что нужно анализировать, так это цену за конверсию. И сейчас прям перейдем с вами в скринкаст. Скринкаст — это прям запись экрана, что нужно анализировать при цене за конверсию. То есть вы хотите лидов, и у вас, допустим, задача, стоимость лида должна стоить не дороже, заявка вам должна стоить 100 рублей, не больше. И вы запустили рекламу, у вас дневной бюджет большой, 10 тысяч рублей, и вы должны быстро это анализировать, смотреть, как бы, что, откуда приходят, и насколько это вам выгодно. Сделаем анализ. Как сделать наши компании максимально эффективно? Запустили несколько групп объявлений на разные таргетинги. Представим, что у нас есть вот такая компания, допустим, она отработала 6 дней. Анализ надо делать 6 раз в день, потом можно делать чуть реже, реже, реже. После старта компании каждые 2-3 часа нужно анализировать, докручивать, иначе есть риск слить деньги. Сначала мы быстро все анализируем, потом медленнее и все реже доходим и что-то докручиваем. Первое, что вы должны понимать для себя, что у вас в группах объявлений. В столбцах можно разные столбцы добавить. Эффективность, клики, стоимость, показы. Много показателей. Интересно, сколько кликов, стоимость за компанию, показы. Ну, это не обязательно. Конверсии, стоимость конверсии. Это очень важно. Параметров много, можете выбрать все, что угодно. Самое главное, сколько кликов, стоимость конверсии и количество конверсии. Ну и деньги, которые я уже потратил. Итого 4 показателя, которые надо анализировать. Ну вот мне этого достаточно, можете что-то добавить из столбцов. Начинаем анализировать компанию. Это компания, как бы, да, одна компания, это отдельный регион. То есть разные регионы, разные компании. Сейчас на уровне компания и раздел группы объявлений у меня сейчас. Я спускаюсь вниз и вижу местоположение. Первый момент оптимизации рекламной компании – это местоположение. Вот стоит полностью Россия. Могу нажать «Отчет эффективность» на основе географических данных. И здесь только Россия. У вас будет стоять так. Но можно выбрать город. Столбцы сейчас. Поправим. Изменим чуть-чуть. Столбцы. Конверсии. Самое главное – конверсии по городам. По конверсиям можно распределить. Москва – 111 конверсий. Стоимость конверсии – самое главное, я забыл. Сейчас выведем. Так. По стоимости. Сейчас все посмотрим. Калуга – 331 за одну конверсию. Астрахань. Пока дорогие конверсии. Я, например, до 100 рублей конверсии себе могу позволить. 149. То есть эти регионы можно смело выключать. Ну, то есть меньше конверсии, но укладываться в цену за конверсии. Первый анализ, который вы делаете – это анализ компании по городам. Если вы только один город настраиваете, Москву и Московскую область, то это вам делать не надо. Но если вы международный трафик используете, это очень важно. Возвращаемся на группы объявлений. И по группам. Первая группа по каналам. По каналам. 65. Стоимость конверсии. Все хорошо. Хочется всегда лучше. Открываем. Открываем эту группу. Места размещения. И я смотрю, где мы показывались и по чем мы показывались. 102 рубля. В принципе, устраивает. Нет дорогих конверсий здесь в целом. Если было бы по 150 рублей, конверсия была бы. Тогда это можно смело выключать. А тут по 10 было. Олег Торбос дал нам конверсии по 10 рублей. Ну, правда, всего одну. Если все дорого, нажимаете «Приостановить». Следующая группа по ключевым словам. Как делать анализ по ключам. Нашли группу. Выбрали ключевые слова. И есть здесь много ключевых слов. Здесь есть у нас. И отсортировать. Стоимость. Кликаем, сортируем. Заработать деньги. 199 рублей. Дорогие конверсии. Отключаем. Ну, 190. Ну, вот тут везде можно. Можно оставлять стоимость этих конверсий. По каналам, по ключам есть еще демография. Да. Кто аж целевая аудитория? Демография по ключам. Кто не целевая. 18.24 всегда отключайте. А через недельку уже рекламную кампанию можно оптимизировать. Ну, вот в целом можно 35.44 выключить. Он дает дорогие конверсии. Ну, здесь вообще все хорошо. Здесь все очень дешево. То есть, тут надо пробегаться и все выключать. Дорогое. Устройство. Кстати, тоже оптимизация. С телефонов, с компьютеров. Примерная цена конверсии. А вот планшеты телефона, телевизор надо всегда отключать. Да. А по ключам, например, с телефона дорого. Тут телефоны. Телефоны по 154 рубля. Это дорого. Выключили все. Каждую группу объявлений нужно открывать. Сначала кампания, местоположение. Потом каждую группу. По ключам ключевые слова. Если поисковая оптимизация, маркетинг в поисковых системах, то аудиторию. Я рекомендую аудитории разделять. С мобильного, либо с компьютера. Это разная цена конверсии. Устройство, места размещения, демография. Ключевые слова аудитории. Пять. Пять вещей, которые надо обязательно оптимизировать. Нет пошаговой формы. Как сделать в три раза дешевле. Нужно всегда включать логику и просто выключать те или иные каналы, группы, устройства, демографию и так далее. Отключайте все неэффективное или очень дорогое.